Большинством в четыре голоса против трех, Верховный суд штата Калифорния отменил одобренный избирателями закон, определяющий брак как союз между мужчиной и женщиной. Суд постановил, что положение о равных правах, зафиксированное в Конституции штата, по определению предполагает право однополых пар на заключение брака. Суд штата Калифорния признал калифорнийский закон противоречащим Конституции штата. Это постановление, несомненно, обрадовало тысячи однополых пар обоих полов, которые намереваются связать себя брачными узами. Майкл Галучио и его партнер Джон Холден Галучио живут в Лос-Анджелесском пригороде. Они встретились еще в колледже 26 лет назад. В 90-х они усыновили двух младенцев, инфицированных ВИЧ, Адама и Медисон, а также Розу, старшую сестру Медисон. Сегодня эти мужчины не только родители, но и дедушки. Они живут со своими младшими детьми. В их планы входит официально оформить свои отношения. Лично для меня это вопрос принципа, это вопрос справедливости, а также вопрос о том, в каком мире я хотел бы вырастить своих детей. Мне не хотелось бы растить их в мире, где на них смотрели бы другими глазами, лишь потому что их родители двое мужчин, любящих друг друга. В 2007 году они зарегистрировали свое совместное проживание, но для Джона этого было недостаточно. На свете есть лишь одно определение, которое могло бы характеризовать наши отношения. Мы – супружеская пара. В 2004 году Массачусет стал первым американским штатом, который легализовал однополые браки. Затем, вопреки закону штата Калифорния, муниципалитет города Сан-Франциско зарегистрировал брак почти 4000 однополых пар. Верховный суд Калифорнии отказался признать законность этих браков. Лори Джин, исполнительный директор Лос-Анджелесского центра гомосексуалистов и лесбиянок, считает, что новое постановление положит конец многим десятилетиям дискриминации. Мы праздновали много дней, мы все были так счастливы. Но теперь пришла пора готовиться к бою. Ведь реакционеры в Калифорнии и по всей стране хотят лишить нас этого права. И мы будем сражаться с ними, используя все доступные нам средства. Противники этого решения требуют поставить вопрос на голосование и изменить Конституцию штата таким образом, чтобы брак в Калифорнии означал лишь союз между мужчиной и женщиной. Роберт Тайлор, советник консервативной организации защитники веры и свободы, выступает в поддержку такого определения. Ради бога, пусть женятся, но только не на людях того же пола. У них те же права, что и у всех остальных, ведь брак – это союз между мужчиной и женщиной. Так было всегда. По словам Тайлора, правительство всегда вводит определенные ограничения при регистрации браков. Почему мы настаиваем на своей правоте? По той же причине, по которой мы отвергаем многоженство. Потому что мы знаем, что это плохо сказывается на детях. Это вредит обществу в целом. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер не является сторонником однополых браков. Тем не менее, он выступает против изменения Конституции штата. Если в ноябре избиратели Калифорнии проголосуют за определение брака как союза между мужчиной и женщиной, то юридический статус однополых пар, уже успевших зарегистрировать свой союз, будет определяться в суде. Майко Силован, Виктория Калинина, Голос Америки.